Мы с вами хорошо знаем, что предстоящие десятилетия будут во многом решающими и для нас, и для очень многих стран мира. Для мира, который не просто входит, а уже практически вошел в достаточно сложный период глобальной турбулентности. Формируются новые геополитические центры, меняются общественные, демографические тенденции. Технологический уклад, жизнь меняется серьезным образом. Все эти процессы требуют самого глубокого осмысления для того, чтобы выработать и принять адекватные шаги и решения. Думаю, многие в этом зале со мной согласятся, что так называемый период выживания для отечественной науки в целом завершился. Сама страна существенным образом изменилась, кратно возросли наши ресурсы. И сегодня мы должны говорить не просто о поддержке науки или даже о возвращении долгов, а о приоритетном партнерстве государства и науки, Академии наук, всего научного и образовательного сообщества в интересах опережающего национального развития. Хочу напомнить, с чего мы начинали. В 2002 году расходы федерального бюджета на гражданскую науку составляли около 30 миллиардов рублей. 30 миллиардов было всего. Напомню, что в прошлом году это финансирование составило уже 323 миллиарда. В 10 раз. Даже с учётом инфляционных процессов. Это существенный рост. Мы ставим задачу уже к 2015 году довести нашу планку расходов на научные исследования и разработки, в том числе за счёт привлечённых частных инвестиций до уровня порядка 1,8% ВВП. Это меньше ещё пока, чем в некоторых странах, ведущих в Штатах, допустим, там около 2,5%. Но мы будем идти к этому, к этой планке. Также, как минимум, до 2015 года мы продлим программу о привлечении лучших специалистов в наши университеты, вне зависимости от их гражданства и места работы. Более того, распространим её на академические институты, государственные научные центры. Это позволит им также укрепить свой кадровый потенциал, запустить новые исследовательские проекты по приоритетным направлениям. Отмечу, что эта программа уже эффективно работает. Я бывал в некоторых таких лабораториях, смотрел, как трудятся ваши коллеги. Отвечаемся регулярно, все недавно ответили, обсуждали проблемы в Академии и вопросы. Говорили по глобальным проблемам. Мы с вами хорошо знаем, что предстоящие десятилетия будут во многом превошел достаточно сложный период глобальной турбулентности. Формируются новые геополитические центры. Все эти процессы требуют самого глубокого осмысления. Для того, чтобы в этом нам нужна серьёзная интеллектуальная работа над проектами развития, над проектами будущего. Необходима система долгосрочного экономического научного российского общества. Очевидно, колоссальная роль отечественной науки. Прежде всего, самой Академии науки. Такие годы мы вместе с вами сделали очень многое, чтобы вновь вернуть общественную и государственную значимость таким ценностям и понятиям, как просвещение. Достаточно, они остаются. Но, думаю, многие в этом зале со мной согласятся, что так называемые. Веды, царя теряемые, не решались наши возможности, но обязательно будем делать свои права. Так, у нас, в общем, там огромный ресурс, в связи. Наши планы по модернизации оборота промышленного, но если в этом зале знали на руку, выдавали соответствующие заказы, формулируя соответствующие заказы, конечно, мы будем напомнить, что можно подать их пробытку. Вот, в 2002 году.